Здравствуйте, с вами вновь Ермолина Татьяна. И в этом выпуске своего прогностического блога я хочу рассказать прогноз для вас, рыбы, на январь 2021 года. Возможно, из моего общего прогноза вы уже знаете, что на небе весь январь господствует квадрат между Юпитером и Ураном. И это та информация, которая для вас была бы очень важна. Потому что Юпитер это одна из планет, которая является вашим управителем наряду с Нептуном. И поэтому, конечно, вот этот квадрат между Юпитером и Ураном, это еще и описание такого основного тренда, основного влияния, под которым вы будете проживать весь январь. Когда мы говорим об Уране, это всегда про переменные, это всегда про отсутствие плановости, потому что все время что-то меняется, обстоятельства как-то обновляются. А квадрат говорит о том, что при этом нам приходится все время предпринимать какие-то усилия для того, чтобы или привыкнуть к новой ситуации, или ее поменять так, чтобы наши планы при этом не разрушились. В общем, весь месяц вы вот в такой динамике, весь месяц вы в напряжении, вы в беспокойстве, все время что-то происходит. Вы не понимаете, откуда у этого ветер дует, как предотвратить это, и смысла искать серьезно, на полном серьезе вот этот механизм, с помощью которого вы могли бы действительно предотвращать подобные вещи. Нет этого смысла, потому что, ну, так вот небеса сейчас задумали, что вы должны жить просто в периоде неопределенности, постоянных перемен, для того, чтобы уметь к ним адаптироваться. Но, в принципе, у вас эта способность невероятно сильна. А второе, уметь находить креативное, правильное, хорошее, креативное, рабочее решение в изменившихся обстоятельствах. И это вопрос уже не адаптации, это вопрос остроты ума, да, и вопрос концентрации внимания. Вот как раз-таки про остроту ума и концентрацию внимания весь ваш январь. Он обучает вас придумывать новые ходы. Вы становитесь очень изощренными в этом плане, прекрасными фантазерами. Ну, человек, который родился под сильным влиянием Нептуна и Юпитера, а вы ровно такие люди, никогда не может пожаловаться на фантазию, на ее отсутствие. Но главное, чтобы она была близка к реальности, чтобы она могла реализоваться в жизни, да, то есть чтобы она была адаптирована к реальности. Вот как раз-таки весь январь вы будете заниматься ровно тем, что свои вот эти вот выдумки, да, будете адаптировать к реалиям, для того, чтобы в меняющейся ситуации не потерять ровно то, что вы выстраивали в течение, наверное, месяцев предыдущих, может быть, даже годов. Вот что касается квадрата между Юпитером и Ураном, то наиболее актуально он у нас в середине месяца звучит. Поэтому время где-то с 12 по 19 января для вас очень в этом смысле важное. Наибольшее, скажем так, влияние, наибольшее изменение ситуации, вот наибольший креатив вы должны ровно там реализовать. Поэтому на это время ничего планировать не стоит. Живите одним днем, смотрите, как развивается ситуация, меняйтесь под эту ситуацию, подстраивайтесь под нее, находите новые пути и опять живите одним днем. То есть вот пока что вот этот вот небольшой промежуток, время вот такой работы. Что касается более раннего периода, то время с 1 где-то по 11 ноября достаточно, извините, января, у вас достаточно позитивное. Потому что здесь, что не аспект, то хорошая поддержка от планет. Поэтому я думаю, что первые 11 дней января надо посвятить своим личным вопросам. Тем более это будут новогодние праздники и наверняка каких-то сильных, но профессиональных, больших задач у вас не будет в это время. Хотя не исключаю, но думаю, что наверняка нет. Если у вас есть большие профессиональные задачи, то не так плохо на таких транзитах их решать очень сподручно. Если же их нет, то прекрасно, вы можете время посвятить себе, своим интересам, своим удовольствием. И тоже через это получите огромное количество энергии. Я, кстати, помимо того, что сейчас расскажу, я еще много даю информации в своих постах, в фейсбуке, в инстаграме. И вы можете там на меня подписываться и тоже информацию оттуда черпать. В описании, в ссылке под этим видео, есть переход на мои социальные сети. Аккаунты мои всегда написаны в всплывающих окнах в этом видео. Так что милости вас прошу, там я быстрее намного комментирую ваши вопросы. Что касается второй половины месяца, а именно двадцатых чисел, то здесь я обратила ваше внимание на период с 20 по 25 января, когда вы получаете очень такую сильную нагрузку от двух планет либидо, от Марса и Венеры. Притом от Венеры позитивную, от Марса, скажем так, напряженную. Это может говорить о том, что в жизни многих из вас в это время будут какие-то важные вопросы, связанные с отношениями с другими людьми. В первую очередь с отношениями с людьми любимыми, которые вам не безразличны, которым вы испытываете страсть, привязанность. И это может быть, кстати, даже и конфликтный период, наряду с тем, что просто возрастает интерес к ним, возрастает потребность во внимании их, но при этом есть и такое ощущение напряженности, потому что, может быть, этого внимания вы не дождетесь в той степени, в которой вы бы хотели ее получить. Для одиноких рыб это хорошее время, потому что это время знакомства. Еще раз напомню, это время с 21 по 25 января. Ну и последнее, что стоит напомнить, это полнолуние. Оно произойдет в знаке Льва 28 января. И для вас это знак, и само по себе полнолуние не так важно, но оно будет в соединении с Юпитером. Ну вот в оппозиции к Юпитеру, получается, полнолуние будет, да? И солнышко будет в соединении с Юпитером в этот момент. И это очень важное время. Это очень важное время, потому что, когда у нас солнце касается одного из наших управителей, это время, когда у нас много-много энергии. Вот это период, тем более это период полнолуния, это период ясности, это период очень такого объективного мышления. Это период хороший для, знаете, принятия каких-то важных решений, когда надо выбрать что-то, да? Когда нужно плюс-минус, все минусы и плюсы учесть. Я думаю, что это период, который можно посоветовать для важных решений с 26 января по 31 января. Ну что, мне кажется, что у вас действительно яркое время, прекрасное для реализации ваших планов. Собственно говоря, планеты вас могут поддержать в любом действии, которое вы захотите совершить. Я же вам желаю всего наилучшего, крепкого здоровья, прекрасного настроения и до новых встреч со мной. Еще раз советую вам подписаться на мои социальные сети, чтобы быть в курсе того, что происходит на небе и чтобы вовремя мне задать вопрос и получить ответ. До свидания, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok